Всем привет! Меня зовут Лена. Сегодня я покажу вам все аксессуары для рюкзака в игре E-Township Tale и как их создать. Всего их 7 видов. Боковой карман, мешочек для руды, сумка дровосека, сумка фуражира, петля для инструмента, крюк для зелий и стойка для лампы. Приступим! Все рецепты для перечисленных аксессуаров можно найти в книге рецептов в ремесленном доме. Боковой карман. Карман предоставляет два слота и имеет двойномножитель стаков, то есть в каждом слоте может быть два стака одного предмета, но он не уменьшает вес предметов. Нужный рецепт на седьмой странице в книге рецептов. Для бокового кармана потребуется два рулона кожи, одна кожаная полоска и одна металлическая пряжка. Рулоны кожи можно найти в сундуках, а также убивая оленей и червей. Кожаные полоски также можно найти в сундуках и получить разрезов рулон кожи. Один рулон кожи дает три полоски. Металлические пряжки можно найти в сундуках, выплывить или получить путем разборки других предметов, например, котла или лампы. Также нам понадобится обычный молоток, предпочтительно золотой, поскольку он не так повреждает материалы. Теперь вырываем страницу и вставляем в держатель на сборочном столе. После того, как мы вставили страницу, мы видим модель кармашка. Яркая голубая часть – это то место, которое нам нужно заполнить материалом. Если предмет подобран правильно, то голубая часть становится зеленой. Теперь предмет нужно отпустить, и он встанет на свое место. Некоторые детали крепятся появляющимися гвоздями. Мешочек для руды. Мешочек предоставляет два слота и имеет тройной множитель стака. То есть в каждом слоте может быть три стака одного предмета. Положить в него можно только руду, слитки, камни, уголь и кристаллы. Мешочек снижает вес лежащих в нем предметов на 50%. Нужный рецепт на 26 странице в книге рецептов. Мешочек для руды требует 6 палок, 4 куска веревки и 1 кусок ткани. Палки могут быть найдены где угодно в городе и получены при рубке ветвей деревьев. Веревку можно найти в сундуках и разрушаемых ящиках. Ткань можно найти в сундуках, разрушаемых ящиках, сбивая висящие мешки или просто в лежащей на земле в определенных локациях. Сумка дровосека. Сумка предоставляет два слота и имеет родной множитель стака. То есть в каждом слоте может лежать три стака одного предмета. Положить в нее можно только древесину. Сумка снижает вес лежащих в нем предметов на 50%. Нужный рецепт на 28 странице в книге рецептов. Для сумки дровосека требуется 6 палок, 3 куска веревки и одно полено. Поленье можно добыть, срубая деревья, убивая готер, а также найти в сундуках или общественных боксах. Сумка фуражира. В этой сумке два слота и четырехкратный множитель стака. То есть в каждом слоте может быть четыре стака одного предмета. Носить в этой сумке можно только ингредиенты, фактически еду. Сумка снижает вес лежащих в них предметов на 50%. Нужный рецепт находится на 24 странице в книге рецептов. Сумка фуражира требует 4 палки, 1 кусок веревки и 1 пучок сухой травы. Сухую траву можно найти рядом с респауном, в карьерах или шахтах. Петля для инструмента. Петля позволяет игрокам убирать инструменты или оружие за талию и брать их таким же образом. Нужный рецепт на 10 странице в книге рецептов. Петля для инструмента требует 1 рулон кожи, 2 кожаные полоски и 1 металлическую пластину. Металлические пластины можно выплывить и затем выковать. Также их можно получить путем разборки содержащих их предметов, например, котлов и ведер. Крюк для зелий. Крюк для зелий позволяет прикреплять зелие снаружи сумки для быстрого доступа к ним. Крюк для зелий позволяет прикреплять зелие снаружи сумки для быстрого доступа к ним. Также крюк уменьшает вес висящих на нем зелий на 50%. Нужный рецепт на 15 странице в книге рецептов. Крюк для зелий требует 2 кожаные полоски, 3 металлические пряжки и 1 металлическую пластину. Стойка для лампы. Стойка для лампы позволяет повесить лампу или фонарь слева или справа от игрока. Снимать и вешать лампу можно не снимая рюкзак. Нужный рецепт на 22 странице в книге рецептов. Стойка для лампы требует 3 палки, 5 кусков веревки и 1 металлическую пряжку. Это все на сегодня. Если видео было полезным, не стесняйтесь ставить лайки и подписываться. Вы можете найти больше видео у Тауншоп Тейл на моем канале. С любыми вопросами и дополнениями добро пожаловать в комментарии. Спасибо за просмотр! Всем пока!